Сегодня у нас 9 ноября 2017 года, утро перед завтраком. Вот у нас какое разделение. Володя заставит морковку, грязь еще, но он отмыл ее многое. Вон я морковку, просто не моем, а вот так вот, по морковке-то скоблям, и она делается чистая, чтобы видно было, вот посмотри, вот я уберу ее, ну она, конечно, грязная морковка, вот она, видишь, там больше грязи, в дождь убирали-то, потеряевки-то были, гляди она вся какая, вот. Вот так берешь ее, и вот так вот, чтобы рукой грязно не задевать, я вот так вот ее обрезаю. Видишь, какой толстым слоем грязь, а что делаю? Маленькая вот так вот, и дальше начинаю, вот она, гляди сколько грязи. Вот она грязная, ее не мыть еще не надо, у нас за водой ходить, воду вытаскивать ведром, а не надо ничего, вот она, вон она отскакивает куда. Вот, а теперь, посмотри, как вот делается. Я спрашиваю, кто это делает по утрам? Каждое утро, вот каждое, ни одного утра у нас нету практически, чтобы, ну может, я не знаю, воскресенье только. Почему много времени, я каждый день 14-16 часов сижу за компьютером, в интернете отвечать и прочее. Вот, вот теперь она у меня одна морковка есть. Показываю, как делать. Не мыл, но она вся чистая, абсолютно чистая, даже чище, чем если бы ее и умыл. Хорошо, что ты у меня теребишь-то? Вот она сидит, где? Это она сидит, пришла, Паля пришла, да Паля моя хорошая, Паля. Надо дать ей, на Паля. Ну-ка. Ой, ой. Ну вот, все, все, пошла. Вот. Теперь это, тут что, отлетело маленький? Все чисто. Вот эта вот бумажка, эта все сгорит. Это теперь я сбрасываю в ведро, которое на улицу ведро. Вот, тут у нас вода течет, туда, там бедро тоже стоит, но там с водой, здесь нет. Все. Ну и дальше большая чашка у нас, вот она у Володи. И, где она у меня, куда я ее дел? А, вот она. Терка самая, которая такая, вот она. Самая такая мелкая, вот она где. Тут еще более мелкая есть, но на ней никогда не трем, нельзя нету. Вот ее протер, сразу это начинаю протер ее, вот это вот, где-то, и даже маленькая где-то. И водой я сверху полил, вот так вот, сверху. И после этого обтер, все. Понимаете как? Это человеку никакого лекарства, ничего не надо. А то вот я дополнительно еще сделал, даже не думал, что сегодня придется это. Но это на обед оставлю, ладно. Это уже всего. Не спрашивают, вот я инвалид, инвалид, говорю. Пенсионер, чем занимаюсь? Ну вот, я скажу, чем занимаюсь, я почти наверняка могу сказать. На весь Антонский край, может на всю страну никто этим не занимается. А чем? Я очень интересуюсь Великой Отечественной войной. И постепенно добираюсь к разрешению этого вопроса. Меня интересует только Гитлер. Было ли у него покаяние или не было? Ну зачем тебе это надо? Я не знаю, я все время на молитве проверяю себя. Надо. Теперь я подобрался. Начальник генерального штаба Гальдер Франц. И вот он, у него такая интересная биография была. Он разрабатывал план Барбаросса, там и Блау, там все это. Все он участвовал. Но он вел дневники, главное. Подробные дневники. Сколько погибло, сколько танков было, сколько офицерского состава. И получилось так, что в одном месте там что-то не так у него получилось. А там все описывает. А его переправили на другое место. В 1942 году это было уже. А считаю, с 1933, кажется, года, с 1939 ввел дневник. Не с 1933, а там с 1939 при Гитлере. И все там описывает. И когда его отстранили, он был дома. Но, когда случился там 30-го, кажется, это у них августа было, 1944 года покушение на Адольфа Гитлера. И на него какие-то показания были. И его арестовали, но не... Казнили сразу, а его нет, в Дахау в лагерь отправили. А там американцы освободили его. На скамье подсудимых-то он, я не знаю, там был или не был. Ну, факт тот, что он был в Америке и помогал им, работал исторически. И вот эти три тома вышли, они в Россию переведены. Вчера я полностью скопировал три тома. А перед этого записи Манштейна. Мне это очень нужно. И вот посмотри, как я над ними работаю. Я сейчас вот найду его. Вот посмотри. Вот так. Это сегодня уже утреннее. Я уже скачал. Вот вчера за день было написано, сколько у меня. Сейчас уже перекачал за сутки. За сутки у меня 13,4 гигабайта. 13,5 гигабайт. Так еще не все вошло. Тут у меня где-то я отдельно еще ролики сам иногда закачиваю. Что это мне нужно найти сейчас? Ага, вот ворс октября. Гальдер. А, Б, В, Г, Д. Я уже в архив его отправил. Гальдер. Гильдер. Вот он, Гальдер. Гальдер первый, Гальдер второй. Это две... Я его на два тома в один загнал. Вот он. Вот я его как дневники и письма. Гальдер Франц. И по-немецки, и по-русски как это выглядит. Вот оно все. Содержание. Это я сам скопировал. Увеличил. В размере буквы. Все перекачал. Для себя все сентябрь 42-го года. Закончится у него где. От немецкого издательства. Вот. Тут есть что. Ну, вот как... Какое-то в начале книги. Предисловие. Я все. Я теперь выделяю для себя. Гальдер был далек от мысли, что его записи станут когда-нибудь достоянием гласности. Именно поэтому они с неоспоримой наглядностью показывают тайну того, как делаются войны. Преподносят всю закулисную сторону фашистской агрессии. А там все и советское. Тут разницы никакой нет у них. Ну и дальше. Это все еще предисловие. Гитлер. Все это я прочитал. Прочитал. И выписки делаю. Иногда копирую. Вот. Что у него. Первый том дневника. Дневник Гальдера охватывает период с 14 августа 1939 года по 30 июня 1940. А второй том с 1 июля 1940 по 21 июня 1941 до начала войны. И третий с 22 июня по 24 сентября 1942 года. В целом, дневник Гальдера позволяет воссоздать картину того, как германские милитаристы развязали Вторую мировую войну. Как планировались и проводились агрессивные разбойничьи походы против Польши, Норвегии, Дании, Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Югославии, Греции и, наконец, против Советского Союза. 12 стран. Дневник Гальдера дает возможность четко определить место генерального штаба сухопутных войск в сложной системе политического и стратегического руководства фашистской Германии. Видите, какие темы. Он-то не думал, что станет достоянием, и дальше он был в Америке. Мало того, в Америке был, работал, даже ему дали орден там какой-то. Вот это я все здесь прокручиваю. А сколько здесь вот, только в этом томе у меня? 1836 страниц вот таких. Это вот первая часть. 1836. Так вот, умножь на три. Теперь я дальше, как он начинает готовить нападение, количество войск, как и, главное, переживания, как у Манштейна. Как сын погиб, как лучший ординар из его погиб. Вот оно где. Вот тут уже, не знаю, что это послесловие. Вот, примечания, ущебно-материзованные бригады. Меня это меньше всего интересует. Вот, теперь дальше. Это я взял Гальдер-1, вот Гальдер-2. Материал из Википедии, вот он. Как он выглядит. Я ничего в этом не вижу. Франц, такой же мужик, так же был, все еще воевать, убивать. И вот они этим тренировались. Звание генерал-полковник, место смерти. Ашаоим, Кимгау, Бавария, Третий Рейх. Награды какие. Гальдер. Родился в 84-м, а в 72-м. С 72-м до 16-м. Это получается 88 лет. Да, примерно так. Долго жил. Военный деятель Германии, генерал-полковник. В 40-м году. Начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта. Содержание. Карьера, концлагерь Дахау, карьера в США, литературные труды, примечания. А вот теперь смотри, на что я обращаю внимание. На что я сильно так выделял. Просто показал, как вчера я потратил целый день. Вчера я в частую 16 часов просидел над ним. У меня, видите, и дальше, и дальше. Ленинградский фронт, где будет как. Какой день войны. Ну, то есть что-то я быстро веду и, видимо, не успеваю даже отображаться. Я выделял все места. 16 декабря, 178-й день, обстановка. Как? И вот где я представляю, что там, там где-то, ну, по Смоленскому. Там мой отец потерял руку. Три дяди погибли. Тоже это смоленское направление было. Я не пойму, что тут вот мне. Вот она где-то мелькнула. Красная. Выдержки и занесения финского военного атташе в Анкаре. В Анкаре от 18 марта 1942 года. Англо-американские поставки. Сколько самолетов дает. Это немцам помогали выдержки. Финское военное атташе. И, главное, там уже были танки типа Матильда. Тоже вот где, надо же назвать. Бедная Матильда. Еще только не было. Теперь. Потери с 22-го и 41-го, когда она пала, по 20-е марта 1942-го ранено 23 026 офицеров, 773 490 унтерофицеров рядовых, а убито 8640 офицеров и 216 тысяч унтерофицеров рядовых. Пропало без вести 819 офицеров и 50 тысяч унтерофицеров рядовых. Итого потеряно 32 тысячи офицеров и 1 040 тысяч унтерофицеров рядовых. Общие потери на Восточном фронте без больных составили 1 073 тысяч 66. Или 33,5% всех ступокутных войск на Востоке. 3,5 миллиона их всего. Обстановка на фронте. И Керченский фронт. И дальше. По гостям. Где обстановка продолжает развиваться неблагоприятно. Глубокий прорыв вражеских 50-тонных танков. Всюду вот теперь. Вражеских. Это вражеских. Он о нас говорит. Когда считаешь советские там где-то, понятно. Так необычно это считать. Вот эти места, что отдельно я выделил. Раз. Восхваляемая на все лады операция у Кирова, также связана с большими трудностями. Командование группы армии центра весьма слабое, хотя и довольно вели. Это восхваляемая на все лады операция. Это восхваляемая немцами. Это он о них так отзывается. Поражение вообще нельзя допускать. Я видите, как выделил. Вот. Я медленно. Дальше. Крым, Керчь. Меня заинтересовали. Ну, я много смотрел. Вот 30-е марта. Оно в кучу тут слеплено. Я его отдельно каждый день выделяю. 30-е. Вот 31-е. Клюйги модуль, где были, докладывают, что ввиду перенапряжения войск, выступления в районе Осташка, в настоящий момент проведено быть не может. Решение ограничить. 42-й год. Апрель. Какой день войны и что? 6-го апреля. Потери. Сколько унтер-офицеров? Общие потери. Миллион сто семь тысяч. А он обещал-то, Гитлер, что в восемь недели они в Москве будут. 34% от общей численности. 3,2 миллиона. Какой день? Вот ведь каждый день, что десанты, какие, где, как. Он все знал. Это документы никогда не могли быть опубликованы. Но и он как их хранил, прятал перед арестом-то. И вот все это, ну, сохранилось. Каждый фюрер возвратился из Берлина. 35 мая. 42-го года. Какой день войны, наступление. И вот это все показывает. Дальше раскрывается вся картина, там, закулисная, о которой никто не знал. Это я, это вот еще показываю. Это все я вчера обрабатывал. Вот это, чтобы так выделить, этого не было. Видите, как удобно. Большой фюрер все еще в Берлине. Обстановка. Изюмский котел почти закрыт. С востока на внешнем фронте и окружении противник начал сильные контратаки. Готовятся также попытки прорваться изнутри. Поедем, атаки начнутся здесь, 24 мая или в последующие дни. В районе Харькова, восточного города, противник отвел свои танки за Донец. Однако удерживает западный берег крупными силами на фронте и так далее. Но это враг пишет. Потери какие были. Вот я опять это все выделяю. Общие потери. Вот. Вот так вот выделяю, чтобы было убито. 9600. Столько-то. А теперь общие потери. 1 214 000. 37 процентов. 96 сотых. А 3 и 2 миллиона. Вот как. Все эти подсчеты нигде. Мне хочется узнать, есть ли у них проблески раскаяния какого. Что они наделали. Но я понимаю, они есть меч божий. Вот дальше. Стрелковая дивизия. Я не стал ничего трогать. Так сохранить себе решил. Ну и проще. Все. Ну и кто будет заниматься гальдером? Копировать. На копировку много ушло времени. Там надо все время возвращаться в это. По-новому открывать. Почему-то захлебывается техника. Потом увеличить надо. сбить в одну, в левую сторону. Я так как делал. Теперь выделять все. Вот день мой и прошел. Некоторые скажут, зачем попало занимается. Ну так считает. Пускай. В его глазах. Я теперь могу разговаривать конкретно. Вот так-то, так-то, так-то. У Манштейна состояние было такое-то. Он говорит, как крестил сына. Да где бы я узнал. У Гальдера пока ничего не нашел. Вот. Но он против Гитлера был. И его от смерти-то едва спасли. Уже американцы там в Дахау был. Да просто тут что. Вот все. Как время проходит на пенсии. Видела? Русские местные. Где взяла-то? Ну это у нас есть. Пойдем за стол. Сейчас я к этому. Крикну сюда, чтобы пришла. Так, подожди-ка. Где она у меня? Ну-ка. Вот я сейчас подойду сюда. Так. Тут надо закрыть, наверное, будет. Вот так вот. Вот эту дыру закроем. Так. Посмотри как. Паля! Один раз крикнул. Где она, Паля? Вот она. Скорее иди сюда. Иди скорее. Ну-ка. Давай. Вот она какая. Охах. Гляди. Ну. Паля, держи. Иди скорее. Пошла туда. Ну. Давай. Давай скорее. Так. Ей очень трудно здесь. Ну. Ну давай, 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 давай. Заходи. Как тут вернуться-то на тоненькой такой дощечке? Держи скорее. Давай. И понимаете, что может упасть. Гляди как выворачивается. Вот она, держи. Иди скорее. Залазь. Залазь, залазь, залазь. Давай. Так. Боится, что может упасть. Вот какая осторожность. Так. Так. Теперь отсюда. Давай. Гляди. Какая осторожная. Вот пошла теперь. Да Паля молодец такая. Паля. А чтобы мать к ней не пришла, не отобрала, я ее закрываю здесь. Сейчас она интересна там как будет. Есть когда прятаться будет. Там в гнездо залезет. Пошли. А зачем она как-то далеко так поставили?